очень часто девушки обращаются ко мне с таким вопросом алина вот вы знаете у меня есть тренажер нехритовое яйцо я за ним вот следующий уход провожу на несколько часов и опускаю его в солевой раствор потом я кипячу его в течение получаса затем я обрабатываю его хлоргексидином наношу на него антибактериальную смазку и увожу вагину скажите пожалуйста как вы считаете достаточно ли я меры безопасности применяю потому что я все время страдаю от каких-то заболеваний там молочницы бактериального вагиноза то есть достаточно ли я оберегаю себя или как-то еще можно повысить меры безопасности на этот вопрос я могла бы ответить одним предложением но так как я хочу чтобы ты действительно поняла мою мысль то я все-таки отвечу дам такой более расширенный более глубокий ответ и начать я хочу с того что вот как планета земля является домом для миллионов людей точно также наши тела твое тело мое тело они являются домом для миллионов бактерий бактерии живут и на поверхности тела и внутри тела конечно у бактерий есть некие излюбленные места жительства например самыми густонаселенными местами жительства бактерий является конечно же то место где всегда много еды где всегда есть чем поживиться где еды достаточно и для детей и для внуков и правнуков и праправнуков бактерий и такое место это как бы земля обетованная для бактерий это кишечник но есть бактерии которые предпочитают особые климатические условия и это бактерии которые живут в вагине в вагине живут несколько видов лактобактерий то есть это не один вид а несколько видов но кроме лактобактерий живут еще большое многообразие других бактерий но просто лактобактерии они как бы как коренное такое основное местное население то есть они задают тон состояние вагины но обязательно кроме них до в меньшем количестве на живут и другие ты можешь вообще спросить откуда эти бактерии там взялись как они туда появились я отвечу что они пришли к тебе во время твоего рождения когда ребенок проходит через родовые пути матери да то есть фактически ребенок проходит через вагину и вагине матери живут бактерии и соответственно ребенок на все свое тело до ртом он захватывает эти бактерии из вагины более того так как нормальный физиологический выход ребенка то есть когда ребенок выходит из вагины то он повернут лицом в сторону спины матери а если быть точнее то в сторону ануса матери поэтому ребенок маленький он захватывает еще и некое количество бактерий которые находятся возле ануса да то есть бактерии из вагины и ануса матери это первые поселенцы да это первые кто поселяется в организме ребенка и даже в современных западных больницах уже предусмотрена методика даже когда женщина рожает через кесарево сечение то есть не проходит ребенок через родовые пути то специально делают тампон которым проводят и ложат его вагину матери да проводят вокруг ануса матери и затем полностью растирают этим тампоном тельце ребенка ротик ему протирают для того чтобы заселить эти бактерии чтобы они стали его первыми друзьями до первой защитой поэтому откуда взялись бактерии в твоем организме мы разобрались более того постоянно большое количество бактерий все время пытаются дополнительно проникнуть в твой организм и основные места проникновения это конечно рот нос вагина и здесь какая есть такая некая паника да вот бояться бактерии нужно ли от них защищаться когда разнообразные бактерии то разные микроорганизмы в небольшом количестве но регулярно попадают в организм а в организме есть постоянно действующая иммунная система до пришел какой-то новый микроорганизм иммунная система разбирается с ним то есть добром ли он пришел да как он себя ведет как проявляется если это представляет некую опасность то иммунная система вырабатывает специальные клетки защиты да такие специальные солдаты которые в случае появления большого количества таких бактерий они будут защищать организм поэтому получается что попадение многообразного многообразия бактерий в организм но в небольших количествах это тренировка да это все равно что делать прививки это тренировка иммунная система чем больше разнообразие тем иммунная система превращается в такого универсального солдата который может легко противостоять различным угрозам если посмотреть на людей с очень низким социальным уровнем жизни которые живут в каких-то сложных антисанитарных условиях там пьют воду чуть ли не из лужи то среди таких людей ты не найдешь чтобы кто-то из них страдал аутоиммунными заболеваниями аутоиммунное заболевание это когда вернее когда иммунной системе не на ком потренироваться да то есть и иммунная система начинает бороться сама собой сама против себя сражаться то такие люди с низким социальным уровнем они живут в условиях когда большое бактериальное разнообразие и там нет людей которые страдают например от аллергии в то время когда среди людей с очень высоким социальным уровнем жизни есть многие такие которые патологические борцы за чистоту то есть они патологически сражаются с бактериями и среди них ты найдешь множество тех кто страдает аллергия на клубнику там аллергия на мед аллергия там еще на что-то до масса аллергий потому что используется антибактериальное мыло антибактериальные салфетки антибактериальный гель для интимной гигиены антибактериальные средства по уходу за поверхностями на кухне в ванной в туалете антибиотики в виде лекарств да потому что антибиотики это антибактериальные вещества что еще антибиотики до антибактериальные вещества которые попадают в организм вместе с пищей потому что животных до при производстве яиц мясо молока животным тоже дают антибактериальные вещества поэтому ты получаешь их и вместе с едой вот поэтому в таких условиях получается организм изолирован от поступления большого количества бактерий и соответственно организм не защищен. Теперь мы с тобой плавно перейдем сейчас к вагине. То есть вагина для того, чтобы у нее был сильный такой здоровый иммунитет тоже должна получать некое количество бактерий для тренировки, то есть некое количество микроорганизмов, оно должно туда попадать для того, чтобы был сильный здоровый иммунитет. Потому что если вагина, женщина как бы переживает делать ее чуть ли не стерильной, какие-то спринцевания, тысячи способов всего дезинфекции и антибактериальные еще и смазки, то в результате вагина не защищена, то есть у нее убогий бактериальный состав. И тогда малейшая обычная жизненная ситуация может представлять для такой женщины уже какую-то сверхъестественную угрозу. Что я имею в виду под обычной жизненной ситуацией? Например, секс с мужчиной. Дело в том, что на пенисе мужчины есть большое количество бактерий на поверхности. Я же не думаю, что ты будешь пенис мужчины перед сексом поливать кипятком, обрабатывать хлоргексидином, мирамистином, протирать спиртом. Если ты такое будешь делать, у тебя просто не будет мужчины, но даже если бы ты такое сделала, то ты можешь уничтожить бактерии на поверхности, но учти, что бактерии есть и внутри, в канале, то есть каналы еще тоже надо промывать. Поэтому во время обычного вагинального секса бактерии с поверхности пениса, изнутри канала, они все равно попадают в вагину. Более того, попадает же еще и сперма, а сперма имеет с точки зрения химии щелочную реакцию. То есть вагина – это кислая реакция, а сперма – это щелочь. То есть щелочь, если вагина ослаблена, то щелочь подавляет кислоту, и тогда буквально после секса у девушки раз и сразу молочница или бактериальный вагиноз. Я знаю таких девушек, которые постоянно, из месяца в месяц, они постоянные клиенты аптеки, постоянно они какие-то свечки, таблетки ставят, и это просто уже запущенная хроническая молочница. Таким образом, подводим итог, что не нуждается вагинальное нефритовое яйцо ни в каком-то там специфическом, специальном уходе. Точно так же, как ты не дезинфицируешь ложку, которую ты кушаешь, ты не обрабатываешь хлоргексидином тарелку, из которой ты собираешься кушать. Поэтому и здесь не нужно сочинять каких-то специальных способов для борьбы с какими-то мифическими бактериями, которые наоборот в небольшом количестве будут твоими друзьями, и они поддержат твою иммунную систему. Я уже на протяжении нескольких лет пользуюсь вагинальным яйцом. И единственный уход, в котором оно нуждается, это просто нужно поднести руку к теплой воде, промыть его просто теплой водичкой. Почему теплой? Потому что оно от теплой водички нагревается и становится такой приятной, комфортной температуры. Оно становится мокрое, а мокрое легко вводится. То есть не нужно вообще использовать никакие с нефритовым яйцом искусственные смазки. Почему? Потому что это уменьшает природную, естественную. Если организм начинает постоянно получать какую-то искусственную, природное исчезает. Вагинальное яйцо, оно и предназначено для того, чтобы у тебя стало более влажно, чтобы ты стала более здорова. Поэтому вместо того, чтобы тратить время, а это же столько времени нужно потратить на эти ритуалы, да специально там замачивать в соли, еще где-то. Вместо того, чтобы тратить время на подобные дела, я тебе советую лучше просто мыть нефритовое яйцо обычной водичкой, а время направить и силы, и энергию именно на правильное выполнение упражнений. Потому что от правильного выполнения упражнений будет гораздо больше пользы и смысла.